иллюзий по поводу того, что вот сейчас что-то по-другому будет делаться у людей. У людей нет. Как бы там пропаганда не пыталась это изобразить. Люди, ну слушайте, 25 лет Путину власти, да, за это время сколько правительств поменялось там, сколько чиновников пересаживались из кресла в кресло. Все одно и то же. Вот. Настроения такие упаднические. Особых перспектив радужных не видно. Вот. Война затягивается, она обессмысливается. У людей, знаете, сейчас какое ощущение, что изначально война пресветовалась как война в значительной степени связанная с какими-то там ценностями, да, борьба с фашизмом, нацизмом украинским, да, борьба за русский мир, там, и все такое. Вот. Сейчас все эти аргументы ушли. Про демилитаризацию и демилитаризацию вообще никто не вспоминает. Сейчас, если вопрос мотивации всплывает, то речь идет о территории. Значит, Путин, когда говорит о том, что там мы можем, значит, мы хотим в мирных переговорах, да, обязательно он добавляет, ну, там, украинцы должны признать, как он в последний раз выразился, реалии, сложившиеся на земле, имея в виду те территории, которые России удалось захватить. Да, то есть, значит, мы держим согласно на мирные переговоры, при условии, что украинцы не прекратят оспаривать, значит, наше право вот контролировать, ну, как минимум, ту территорию, которую мы сейчас контролируем. Ну, то есть, проще говоря, отдайте нам землю. Да, и люди чувствуют, что, по сути, конфликт превратился в такой территориальный, спор за территорией, да, то есть, исчезла вот эта составляющая, которая еще была в начале, да, какая-то идеологическая, какая-то ценностная, там, да, исчезло ощущение, что эта война, поначалу пропаганда пыталась завязать точку зрения, что, значит, ну, они там собирались на нас напасть, или, если бы мы не нанесли превентивный удар, то они бы на нас напали, сейчас, я думаю, война шла на нашей территории, НАТО, агрессивный блок, там, т, 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 вот, вот эта вся мотивация уже исчезла, да, и это просто, по сути, колониальная война получается, война за захват колоний. И, конечно, людям, ну, строго говоря, гробой они территории видали, что у России земель не хватает, что ли, понимаете, то есть, вот, в такой войне участвовать, и, там, терпеть неудобства с ней связанные, еще меньше получится, ну, то есть, когда, ладно, там, есть злой враг, который пытается, там, Россию уничтожить, да, мы обороняемся, ну, вот, нет других вариантов. А сейчас воевать, там, терпеть все эти неудобства, связанные с войной, убитую экономику, умирающую, вернее, экономику, значит, трупы, которые постоянно возвращаются с фронта, значит, угрозу новой волны мобилизации, вот, все это терпеть, ради того, чтобы у нас там было, еще помимо, значит, той, той, той огромной территории, которая есть у России, чтобы прибавилось, еще там нескольких тысяч квадратных километров, значит, Донбассово, Луганске, Лепестонской области, вот. Причем, обычно сейчас это полностью выжженная земля, да, вы же видели, что происходит с городами, на которых... Да, и мотивация, кстати, там у людей звучит, значит, ну, это вот видно в паблике, когда там обсуждение начинается, где-то там, на форумах различных, телеграме или ВКонтакте, там, там, там звучит мотивация, что нам же эти все земли восстанавливать, там, палки, ну, то есть, на черта Паку Гарман, проще говоря. В общем-то, ведь российское общественное мнение никогда там особо не хотел присоединить к себе этот Донбасс. Левада-центр, сразу, когда конфликт на востоке Украины начался, вот, прям с весны 2014 года, там, с весны 2014 года, он начал, значит, задавать людям время от времени, задавал вопрос, что делать с ДНР, ЛНР. И ни разу цифры тех, кто говорил бы, что надо присоединить, включить их в состав России, хотя такую опцию респондентов предлагали, там, где-то 4 разных варианта было, там, 4 или 5, значит, одна из опций, это вот присоединить, включить их в состав России. даже 50% ни разу не достигало цифры тех, кто хочет включения ДНР, ЛНР в состав России. То есть, на пике это было где-то 48-49, к 50 подходило, но 50 не достигло. Это было тогда, в 2014 году, в самом начале, вот, на волне и пари, так сказать, от присоединения Крыма, когда казалось, что, так сказать, сам черт не брат. Вот. После этого цифра снижалась, и в последние перед войной годы она стабильно колебалась года 2 или 3, вообще не меняясь, она колебалась в районе, если не ошибаюсь, 26 или 27 процентов, то есть, ну, чуть-чуть больше четверти в районе статопогрешности, так сказать, ну, можно сказать, четверть. Вот. То есть, три четверти россиян еще тогда, когда никакой цены, так сказать, за ДНР и ЛНР платить не надо было, да, люди не гибли, война не шла, вот, санкции были по сравнению с нынешними, скорее символически, вот, даже тогда люди, в принципе, не горели желанием включить ДНР и ЛНР в состав России, вот. А, значит, вот это вот, значит, сейчас то, что происходит, это же очень сильно повысило цену, да, вот это вот действие, решение, включение состава ДНР и ЛНР, то есть, мы за это платим реальным, реальным кинерсанциям, реальным ухудшением, реально ухудшающейся экономикой, и, значит, платим войной, трупами, и, конечно, людям в этой ситуации, оно нам нужно, антивоенное движение было бы сейчас очень мощным, если бы не репрессии, то есть, репрессии, это единственный фактор, который удерживает ситуацию, еще позволяет властям удерживать ситуацию, вот, поэтому люди, вот не получая, так сказать, желаемого, получая вместо желаемого вот этот кошмар, ну, они, естественно, впадают, так сказать, в депрессию, да, и настроение очень пессимистическое, значит, они нарисовали там эту очередную красную линию, Запад ее в очередной раз пересек, дал добро Украине на удары по российской территории, вот, ну, они же как-то должны отреагировать на это, вот, ну, вот, только остается им, так сказать, грозить, потрясать ядерной дубинкой, они словно бы не понимают, что в ситуации, когда идет война с использованием обычных вооружений, конвенциальная война, каждый раз, когда ты упоминаешь ядерное оружие, ты, по сути, каждый раз расписываешься в том, что ты не в состоянии победить без него, но это примерно то же самое, что два человека подрались на кулаках, да, и один из них потом в какой-то момент охватывает нож, ты точно знаешь, ты можешь не видеть даже то, что до этого происходило, но когда ты видишь кого-то с ножом, ты понимаешь, что он уже не надеется выиграть на кулаках, то есть, скорее всего, он уже получил несколько раз крепкого зык по зубам, да, и вот, и уже в отчаянии пытается за нож, вот, то есть, тот, кто выигрывает на кулаках, за ножом не полезет, он на кулаках выиграет, вот, и они, они вот постоянно до бесконечности подчеркивают, люди это чувствуют, и это как раз их гоняет в депрессию, они чувствуют, что мы далеки от всякой победы, да, ядерной войны им тоже, конечно же, не хочется, потому что, в отличие от Гурулева, любой другой россиянин знает, что ядерное оружие есть не только у России, это, видимо, Гурулев кажется, что тут оно только у России есть, а никого больше нет, а все знают, что на самом деле и в Америке есть, и Англия есть, и в Франции есть, и много у кого есть, вот, и, соответственно, если ты разбомбишь Амстердам, ну, можешь не сомневаться, что кто-то разбомбит Москву, вот, и людям, конечно же, этого не хочется, как это остановить, они не знают, вот, и поэтому я и говорю, что, в общем, народ в таком пессимистическом настроении пребывает, претерпит армия, например, да, которая должна была Киев за три дня взять, а до сих пор, значит, о часовом яре там не мечтает даже, вот, значит, он, он ястреб, а Путин в последнее время, то есть, это не частная проблема Турчака, а Путин в целом очень сильно понизил ястребов, самая главная ястребина отставка, это, значит, Патрушев, фактически, на пенсию отправлен, ну, то есть, та должность, которую ему дали, помощник президента, курирующего кораблестроения, это, это, такая пенсионерская работа, и Белоусов понижен с первого вида премьера до министра, значит, и Турчак, он часть вот этой группировки, простите, часть этой группировки, которая, ну, вот, пыталась постоянно работать на эскалацию, да, повышать градус противостояния с окружающим миром, с Украиной на фронте, с Западом по любому поводу, значит, внутри страны репрессии, там, и, ну, долгое время, в принципе, они диктовали повестку, и Путин, как бы, шел, вот, в русле тех решений, которые они предлагали, но, он, похоже, в этом разочаровался, то есть, цена оказалась, цена, которую платят за те небольшие успехи, которые достигаются, оказалась слишком большой, и, я думаю, Путин осознал, что, реально, ресурсов может не хватить надолго, вот, и он переходит сейчас в такой режим, ресурсовбережения, такой экономии ресурсов, да, понимая, что взяться им неоткуда, то есть, это не, это не тот колодец, из которого можно черпать, так сказать, вечно, из которого можно черпать до бесконечности, он, он понимает, что надо, значит, ну, нельзя распыляться, распылять силы, так сказать, вот, и в этом смысле, ястребы, они оказались, по сути, проводниками курса, который Путин признал негодным, по крайней мере, до настоящего момента, да, все может поменяться, но вот пока это так, ну, и вот он, понимаете, то есть, Турчак, он слишком там, интенсивно, так сказать, во все влезал, да, его Патрушев периодически пытался то в Госдуму там засунуть, хотел вместо Володина спикером сделать, то вместо Кириенков, Кремль, там, значит, куратором внутренней политики, и, то есть, Турчака, да, вот в этом смысле, было слишком много вокруг Путина, я думаю, просто, и поскольку есть общее разочарование в том, что они говорят, то, что они делают, да, он, ну, в принципе, наверное, отсерчал, просто разозлился, вот, и сослал его на Алтай, вчера, ну, уже все отметили, действительно, беспрецедентная история, обычно, когда он отправляет человека командовать регионом, он его лично принимает, то есть, иногда там месяцами люди ждут аудиенции у Путина, и только после того, как аудиенция состоится, объявляют о том, что вот новый, так сказать, у нас губернатор в каком-то регионе, вот, всегда личное благословение такое, а вчера Путин его благословлял в таком режиме зума, как я у вас сейчас выступаю, значит, видимо, ну, просто не хотел увидеть вообще, близко даже, вот, поэтому такой, сто рогат подсунули, значит, по поводу того, что он, там, якобы ядерный объект, понимаете, эти объекты, все объекты Министерства обороны, региональные власти к ним не имеют вообще никакого отношения, понимаете, поэтому он не может быть с этим никаким образом связан, то есть, в лучшем случае, вот, так сказать, подносить, подпустят, там, дрова подносить, так сказать, туда, ну, то есть, там, рабочую силу поискать, может, и так далее, на дальнем подхвате. М-м-м.